Здравствуйте! Продолжаем телемарафон на Укрлайф ТВ и сегодня мы говорим о пенсиях для жителей неподконтрольных территорий Украины. И сегодня у нас в гостях Марина Почхова, представитель грузинской организации по защите прав ВПЛ, особенности женщин, Консант. Да, здравствуйте! Здравствуйте! Вот вы прибыли к нам из Грузии прямо сейчас, чтобы рассказать о такой важной проблеме и самое главное поделиться опытом. То, с чем Украина сталкивается, это вообще в мире не впервые, а для нашей стороны первый раз, и поэтому мы, можем сказать, учимся у тех, кто в этом уже лучше разбирается. Вот у нас были гости из Молдовы, у которых был опыт с Приднестровьем, и вот Грузия, у которой, можно сказать, два раза есть. Такой опыт, как Абхазия, так и Осетия. Вот, пожалуйста, немножко такой предыстории. Расскажите, как вот вы лично столкнулись, возможно, с вот этой проблемой, насколько я понимаю, из Абхазии все-таки. Здравствуйте! Приветствую вашего зрителя в первую очередь. Спасибо огромное за приглашение. К сожалению, сложилось так, что нам приходится делиться не очень хорошим опытом для наших стран. Я сама, вынужденная перемещенное лицо, ужасно звучит, это НОВПЛ из Абхазии, и уже вот 24 года живу в Тбилиси. Поэтому проблемы, которые касаются ВПЛ лиц, они, в принципе, наша повседневность. Поскольку сегодня разговор должен идти о пенсиях, я в основном буду говорить на эту тему. Но до этого хотела бы сказать несколько общих каких-то принципов и фактов, которые, может быть, не всем вашим зрителям известны. Волна ВПЛ лиц в Грузии была четыре раза. Это было в 92-93 годах с Абхазии, в 91-92 годах с Южной Ассети, в 98-й год опять вторая волна была из приграничного Гальского региона, и в 2008-й год августская война, российско-грузинская война, когда новая волна была ВПЛ. Сегодня, по официальным данным, на положение конца марта 2017 года в Грузии 274 611 вынужденно перемещенных людей из Абхазии и из Южной Ассети. Скорее всего, давать рекомендации, я воздержусь от этого, скорее всего, может быть, говорить о том, чего не стоит делать. Грузия в 2007 году приняла первый официальный документ в отношении ВПЛ. Это была стратегия в отношении ВПЛ, и это был очень серьезный шаг, потому что был первый документ, показывающий намерения государства и намерения правительства в отношении ВПЛ. До этого прошли почти 14 лет, и никакой стратегии у государства не было. Стратегия была очень хорошая, она и сегодня действует, потому что в создании ее очень активно принимали участие более 30 неправительственных организаций, которые собирали информацию от самих ВПЛ, и люди, когда увидели в стратегии мысли и трудности, которые были им их повседневностью, этот документ был сразу же принят. Вслед за стратегией должны были принять план действий для осуществления стратегии, но, к сожалению, за несколько дней до принятия плана действий началась августовская война, и все эти дела были перенесены почти на год, и в мае 2009 года был принят первый план действий по осуществлению стратегии. Каждые два года постановлением правительства принимается новый план действий. В стратегии обозначены две цели в отношении ВПЛ. Первое – это достойное возвращение на места их постоянного проживания, и второе – создание нормальных социально-экономических условий для интеграции в местное сообщество. Поскольку первая задача нерешаемая, в основном эти планы действий касаются выполнения второй задачи. В 2014 году была принята новая стратегия в отношении ВПЛ, создание условий для оптимальных жизненных... Обеспечения оптимальных жизней. Да, жизни. Лайвлихуд. Стратегия Лайвлихуда, и вслед за ней был принят уже план действий в отношении Лайвлихуда. Это был тоже очень серьезный шаг вперед, потому что правительство уже принимает какое-то участие, непосредственное участие, кроме как расселения, для создания условий на местах расселения ВПЛ, создание условий для того, чтобы они могли сами себя содержать. А что в них входит в эти условия? Это могут быть обучения, это могут быть малые гранты, это могут быть отдельные программы, это координация между различными государственными структурами и донорами, и неправительственными организациями. То есть на правительственном уровне? Да, да, да. Это была стратегия правительства, и это был очень серьезный шаг вперед, потому что мало того, что расселяются в ВПЛ, ему нужно еще создать какие-то условия, инфраструктура должна быть для того, чтобы он мог хотя бы минимальные условия для содержания своей семьи создать. То, что касается помощи, социальная помощь, да, я бы хотела еще сказать, что с 2009 года ВПЛ были включены во все реферальные программы по социальной защите населения, и сегодня ВПЛ наравне с другими жителями государства, они являются потребителями тех программ, государственных программ, которые существуют. Координатором и основным министерством для социальных программ – это Министерство труда и здравоохранения, а по вопросу ВПЛ – это, так называется, Министерство вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий Грузии, расселения и беженцев. Длинное название, но основные вопросы ВПЛ координирует это ведомство. То, что касается пенсии, вынужденно перемещенные лица получают пенсии по тем же правилам, что и получают другие граждане Грузии. В 60 лет женщины, в 65 лет мужчины. Для того, чтобы получить пенсию, человек должен достичь пенсионного возраста, или, если это пенсия по болезни, должен получить соответствующую группу, соответственно. Или это особая профессия. Да, это специальные пенсии. Они подают заявление в социальный департамент Министерства и предоставляют документы, подтверждающие его личность. Это местный паспорт внутри страны действующий. Это для неграждан Грузии. Это доказательство того, что он в течение 10 лет проживает в Грузии безвыездно. И заявление. До 2005 года существовало отдельное министерство, абхазская структура, министерство труда и социального обеспечения. С 2005 года пенсии уже получаются, как все граждане Грузии. Мы с гордостью можем сказать, что в Грузии одна из первых была начата программа «Беспрецедентный случай», когда принцип одного окна был использован. Это были так называемые дома юстиции, где люди могли получить и сейчас могут получить все сервисы, связанные с справками, с паспортами, с архивом и так далее. В том числе, и это касается доверенности. Люди, которые проживают на неподконтрольной территории и имеют статус ВПЛ, они могут получать пенсию в Грузии. То есть для того, чтобы ВПЛ, проживающих на территории Гальского района и на территории Ахалгорского района, это Южно-Осетинский район, они должны получить статус ВПЛ и должны иметь паспорт, удостоверяющий, что он гражданин Грузии. Подается заявление, и они совершенно спокойно получают. Пенсии в течение шести месяцев могут получаться по доверенности. Доверенность выдается от шести месяцев до года со сроком. Люди, как правило, должны перейти в контрольно-пропускной пункт. Они переходят. И у нас есть банк, Либерти Банк, который ответственный за выдачу пенсий и всех социальных выплат. И мобильные банки подъезжают в определенные даты, определенные сроки границы. И они вот там могут получить эти пенсии. Те люди, которые не могут передвигаться, они могут по доверенности, доверенности по скайпу, которая стоит 53 лари, это где-то 15 евро, наверное. И доверенность может выдаваться на год. То есть как это происходит? Нотариусу делается заранее заявка, что нужно получить доверенность. Человек, дающий доверенность, тоже осведомлен о времени. И с нотариусом. При нотариусе должны присутствовать два человека, которые хорошо знают выдающую доверенность личность. И в присутствии нотариуса эта запись происходит. Он предупреждается о том, что запись будет сделана. Кому доверяет, с какой целью доверяет, в каком размере доверяет. Это все определяется, записывается. И официально нотариус уже выдает доверенность, заверенную двумя личностями, которые хорошо знают ту личность. И получается тот, кому выдали доверенность, он может... Он может в течение от 6 месяцев до года брать за кого-то там пенсию. То есть тоже выезжая на контролируемую правительством Грузии территорию, получается, пересекая их КПП? Ну, совсем не обязательно этому человеку жить там. Этот человек может жить на территории Грузии и получать здесь. И потом уже, как эта сумма будет передаваться, это уже их дело, их личное дело. И вот все-таки вы начали... Какой опыт Грузии и Украине точно не стоит перенимать? Не стоит перенимать то, что очень долго не было никаких документов. Не стоит перенимать то, что люди должны чувствовать себя гражданами страны. Люди должны на тех неподконтрольных территориях знать, что они интересны правительству, что они не забыты и что о них заботятся. Это очень важно, потому что жить там, это не значит жить в хороших условиях, это не значит жить беззаботно, там у них свои проблемы. И поэтому очень важно иметь информацию о том, что правительство думает о тех, кто живет там. А вот как это все-таки реализовывалось, скажем, в 90-х годах, когда были более острые фазы конфликта? Ведь сейчас с Абхазией, вроде бы, когда же соседей, нет никаких ни перестрелок, ни боевых действий. То есть все более-менее тихо. А вот в более острые, горячие фазы конфликта, как получали люди какие-нибудь пенсии? Ну, вообще. Пенсии в основном касались, в отношении Абхазии, это Гальского района, там около 25 тысяч семей проживают и сейчас, имеют статус ВПЛ и это... То есть, находясь на той территории, имеют статус ВПЛ? Да, потому что это грузинская территория, и государство, и правительство тем самым подтверждает, что да, это граждане Грузии, которые не могут совершенно спокойно проживать на тех территориях. Они переходят, они бывают у себя там, на той территории, но спокойно жить они там не могут. Хотя у них очень много сложностей бывает. Абхазское правительство приняло закон о том, что не может личность иметь два гражданства, типа грузинского гражданства и абхазского гражданства. Они фактически лишены гражданства, они не могут участвовать в выборах. Да, там существует четыре вида паспортов. Там есть зеленый местный паспорт, есть абхазский выездной паспорт, есть российский паспорт. То есть, очень много документов, которые в каких-то моментах могут действовать, а в каких-то нет. У грузинского правительства действительно очень хорошая программа есть для восстановления доверия люди, проживающие на территории Абхазии, на всей территории Абхазии, не имеющие гражданства Грузии, вот с зелеными паспортами так называемые, они могут приехать в Грузию, получить медицинскую помощь, определенную и немалую, бесплатную, со стопроцентным лечением. И это программа, которая очень хорошо работает на восстановлении доверия. То же касается и Южно-Сетинского региона, Ахагурского региона. То есть, определенные программы, безусловно, есть, которые способствуют сближению, опять сближению людей. Но самое главное, мне кажется, надо, чтобы население, наше население, живущее там, знало, что оно не забыто. Чем больше актов будет, чем больше законопроектов будет, которые могут регулировать, и не просто одна баба сказала, а на законном основании получать ту или иную помощь, иметь право заявлять о своих правах, иметь право говорить о своих правах. Это очень важно. Ну, а то интересно, какая вообще динамика есть в плане реинтеграции вот этих территорий. Звучат ли какие-то, возможно, сообщения с той стороны о том, что хотелось бы как-то вернуться и обсуждать условия возможные? Или все-таки просто замороженные? Я думаю, что это не тема сегодняшнего разговора, потому что с пиками, с летами и с падениями этот процесс шел с 90-х годов. Народная дипломатия – это то, что не использовано еще, потому что народ не хотел воевать никогда, а просто определенные группы воевали. Ну, вот просто к народной дипломатии вот хорошо к этому вы приводите, что если бы Украина совершенно отказалась бы от каких-либо пенсионных выплат жителям на неподконтрольных территориях, то о какой реинтеграции можно вести речь? Ни в коем случае. Эти люди не должны себя чувствовать сброшенными. Эти люди не должны себя чувствовать забытыми. Обязательно найти какие-то возможности, чтобы отрегулировать этот вопрос. Они отработали, они достигли пенсионного возраста. И что из того, что они не могут перейти эту границу? У кого-то дети здесь, они сами там остались, потому что это очень сложно, нажитое годами и десятилетиями, вот так бросить и уехать, приехать и быть на улице фактически. Поэтому если ты, в смысле правительства, показываешь им, что вот немножечко подожди, а я думаю об этом, немножечко подожди, но я это сделаю, это очень укрепит их веру в то, что что-то исправится. Ну вот какие, может быть, такие все-таки советы, не то чтобы рекомендации прям, а советы нашим НГО дадите в плане борьбы за права людей на неподконтрольных территориях, за их пенсии, подобные выплаты какие-нибудь? Вы знаете, очень важно получать информацию от самих людей. Когда ВПЛ больше встречаться, какие-то круглые столы, опросы делать, способствовать встречам правительственных, неправительственных организаций с участием самих ВПЛ, потому что народ ведь очень мудрый. Народ всегда может предложить то, что их повседневность решит. То есть на местах знают свои собственные проблемы. Конечно, безусловно. Поэтому НГО могут быть прекрасными посредниками между государством и между населением. Вот ведь доносить до правительства информацию – это очень важно. Не бывает хороших правителей. Правительство надо все время теребить, все время говорить и приносить информацию. А функция НГО как раз в этом. Не останавливаться и все время стараться принести информацию, чтобы и добиться. Каких-то улучшений, безусловно, добьемся, если все время, если в то время стараться вот этот мост между правительством и реальными потребностями людей не прервать. Нельзя отрываться от людей. А НГО – это предназначено, это надо делать. Ну, к тому же, наверное, у ВПЛ есть очень хороший опыт, и они были бы и сами полезными такими членами в каких-нибудь НГО. Безусловно. Они сами должны создавать, они создают, и помощь в создании новых организаций или лидерских групп, или непосредственно этих НПО – это тоже помощь, это тоже обучать их, как, с чего начать. Это одна из тактик работы с ВПЛ. Начать организоваться, увидеть проблемы, и потом построить планы, как можно эти проблемы решить. Адвокатирование – это и есть основная функция. Ну, и вот еще такой вопрос. У нас много говорят о компенсации пенсионных выплат, которые человек не мог получать, допустим, во время ведения боевых действий. Ну, или вообще все жители неподконтрольных территорий на Донбассе, они последние три года, вот как началось это противостояние, эта война, они не получали пенсии, и вот как они должны ли получить компенсацию за то, что они не получали эту пенсию? Я не могу вам на этот вопрос ответить. Я могу рассказать об инициативе абхазского правительства, когда, по-моему, это был 2002 или 2003 год, когда речь шла о размере пенсии. Ведь пенсии сейчас получают анимизирные. Но вот это абхазское правительство, оно все-таки платит какие-то? Нет, пенсии они не платят. Тогда была инициатива по заслуге лет засчитать в период послевоенных действий пребывание уже в беженстве, будучи в ВПЛ, засчитать как непрерывный стаж. Но это правительство тогда не приняло эту инициативу, потому что люди по возрасту получают пенсию, они все уравниловка получается. Сейчас, в последний год, уже 180 лари пенсия. Это около, меньше чем 60 евро пожилого человека. Это ничего практически. Поэтому по заслугам лет или крадацию какую-то, это, конечно, очень важно. Но это дело правительства, и это дело НГО местных, которые могут найти какие-то компромиссы, предложить что-то правительству. Потому что то, что правительство идет на диалог, это очень важно. Я присутствовала на дискуссии, это было очень важно. И не везде это бывает, потому что не слышать – это одно. Но когда должностное лицо приходит и готово выслушать какие-то рекомендации, выполнятся они или нет, это еще другой вопрос. Но дело НГО как раз и лоббировать потом те или иные темы. А вот в плане размера пенсии они получают на точно таком же уровне, как и обычные граждане Грузии? Да, обычные граждане. У всех одна и та же сумма. А вот что насчет тех людей, которые достигают пенсионного возраста, уже проживая на неконтролируемых территориях? Как они, получается, должны зафиксировать статус пенсионера? То есть тоже выезжать куда-нибудь? Нет, никуда не надо выезжать. Даже пенсионер, пенсионского возраста достигший человек, который регистрирован на периферии, он может в Белийском социальном департаменте, министерство может зарегистрироваться. Как раз это большое преимущество, что в Грузии не требуется, по месту прописки у нас нет, но месту регистрации регистрироваться для получения пенсии. Он может регистрироваться в любом отделении, по всей стране. Ну, то есть какой-то единый центр административных услуг, что-нибудь в таком роде, да? Да, да. И получается, никак это не связано с пропиской? Нет, у нас прописки нет, у нас места регистрации. Вот это для Украины актуальная проблема, когда говорят, обращайтесь к месту прописки, а по месту прописки нету никакого государственного органа. Нет прописки, у нас есть место регистрации. Вот у меня в документе моем написано место регистрации постоянного места жительства Сухуми, а временного места жительства уже Тбилиси. И да, и даже в этом удостоверении ВПЛ, у всех ВПЛ фиксируется это в два адреса. Место постоянного проживания и временной регистрации. Но за то, что человек может, будучи в статусе ВПЛ, и присутствовать на своем постоянном месте жительства, как, допустим, в вашем случае в Сухуми, его это статус ВПЛ никак не лишает? Нет, но я не могу присутствовать. Я не могу вернуться на свое постоянное место жительства. Мне не дано. И закон Грузии о ВПЛ как раз об этом гласит большинство. Последняя поправка как раз была внесена в этом, что в результате конфликтных действий не имеющие возможности жить на своих местах постоянного проживания. Так а вот, получается, люди, которые все-таки там живут, они разве статус ВПЛ не получают? Они не могут жить постоянно, они не имеют права участвовать в выборах, они лишены многих прав человека. Поэтому они переходят в разделяющую линию, они переходят, получают статус ВПЛ, и потом периодически они наведываются на свои, те бывшие места постоянного проживания. То есть проживать все-таки не могут? Это только Гальский район, это не в глубине Абхазии, это приграничный де-факто район. Абхазия, он неконтролируемый грузинский правительство, это Абхазия. Абхазия и здесь Ахал-Гурия, это Южная Осетия. Это 30 километров от центральной трассы, соединяющей восточную и западную Грузию. Вот как. Интересно. Как-то упростить, возможно, такую процедуру, чтобы можно было и там проживать непосредственно? По всей Абхазии и по всей Южной Осетии это невозможно. Я же говорю, были взлеты и были падения, были периоды, когда можно было совершенно спокойно ходить по улицам Цхенвали, но сейчас это практически невозможно. То есть вот когда такие обострения случаются? Сейчас это невозможно. Потом контрольно-пропускные пункты, они сокращаются очень. В Гальском направлении всего один контрольный ГПП сейчас. Наверное, на очереди там проблема? Там очереди, там раньше были какие-то нелегальные дорожки, которыми сейчас совершенно не пользуются, и были трагические случаи. А на этом пункте там специальная документация нужна, чтобы люди могли пересечь эту границу. Там стоят с этой стороны моста грузинские пограничники, потом российские войска, и потом абхазские пограничники. Ясно. Ну что ж, благодарим вам большое за информацию. Что-нибудь напоследок пожелаете нашим украинским, вашим товарищам, коллегам, которые занимаются такой же деятельностью? Нет, не уставать. Надо быть на связи все время с людьми, которые там остались, и все время лоббировать вопрос и тему актуализировать с правительством. Коммуникации и встречи, они, безусловно, приведут к оптимальному результату. Безусловно. Благодарим, Марина. Что ж, завершаем наш марафон на Укрлайф ТВ. Большое спасибо всем, кто смотрел нас сегодня в прямом эфире или сейчас смотрит в записи. Оставайтесь на Укрлайф ТВ. Помните, с нами интересно. Продолжение следует...